Здравствуйте! Это программа «События дня» в студии Анастасии Николаева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых и интересных новостях к этому часу сегодня в выпуске. Рашид Тимрезов обсудил с членами правительства механизм региональных выплат ветеранам в канун праздника Победы. Проводится в плановом порядке капитальные ремонты существующих переукрепительных сооружений. Большая вода здесь не пройдет. В Крачево-Черкесии продолжаются берегоукрепительные работы на опасных участках рек. Опыта у меня в жизни в этом не было, поэтому я решил посмотреть на большом производстве, получить какой-то опыт, какие-то знания. Перенимая опыт у профессионалов, глава республики помог начинающим фермерам побывать на современном молочном комплексе Рея. А теперь обо всем подробнее. Сегодня глава Крачево-Черкесии провел рабочее совещание, на котором пошагово обсуждался механизм республиканских выплат ветеранам в канун праздника Победы. Напомню, что в течение марта 115 ветеранов Великой Отечественной войны из Крачево-Черкесии только из регионального бюджета получат по 50 тысяч рублей, а труженики тыла и вдовы ветеранов по 5 тысяч рублей. И это в дополнение к федеральным выплатам, инициированным президентом страны Владимиром Путиным. Рашид Темрезов дал на совещании поручение обеспечить исполнение решения, принятого на заседании Республиканского руккомитета Победа, максимально быстро и четко. В Карачево-Черкесии продолжаются берегоукрепительные и руслорегулировочные работы на потенциально опасных участках рек. Печальный опыт наводнений и подтоплений во время паводков показал, что работать следует на опережение. На каком этапе сейчас ремонт сооружений на реке Аксаут выясняла Фаина Куршева. В апреле прошлого года на участке реки Аксаут в станице Кардонекской начались работы по укреплению береговой линии, который включает как реконструкцию старой дамбы, так и возведение новой. Работы для обеспечения безопасности жилых и хозяйственных строений, а также приусадебных участках местных жителей от паводков проводятся на всех участках рек, которые находятся в зоне риска во время паводка. В целях предотвращения негативного воздействия водными объектами на прилегающие территории, нашим управлением проводится в плановом порядке капитальные ремонты существующих переукрепительных сооружений, защищающих различные населенные пункты. Технология укрепления берегов включает в себя установку железобетонных конструкций с применением тяжелой техники и каменной отсыпки. Сейчас мы видим технику по левому берегу реки Аксаут. Здесь делается дамба из плит, а выше через километр из рваного камня 800 метров дамба строится. По завершению работ на левом берегу Аксаута начнется строительство трехкилометровой дамбы по правой стороне. Общая протяженность береговой линии, которая подлежит укреплению, составляет более пяти километров. После завтра мы будем насыпать песком под плиты. После плиты у нас идет луб бетонный. Это полтора на два. Полтора глубиной и шириной два метра. Такие меры предосторожности предприняты в связи с тем, что этот участок реки в сезон дождей оказывается в зоне подтопления. На территории, которую необходимо защитить, проживают более полутора тысяч человек. 204 жилых строения, школа и детский сад. У нас была разрушена дамба и постоянно жили в страхе. То есть постоянно подмывало. И как раз от берега второй дом живу, было очень страшно. Ну сейчас взялись работать. Подтопляло было еще в 2002 году, когда полностью подтопляло. А потом уже в 2016-2017 году сверху смывало дамбу. Прямо под дома уже подходил, вода была страшная. Напомним, на территории Карачаева-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляет разлив рек Кубань, Большая Лоба, Большой и Малый Зеленчук. И, конечно, Аксаут. А наиболее опасным считается летний паводок из-за таяния снега в горах при обильных осадках. Именно поэтому берегоукрепительные работы ведутся в Карачаево-Черкесии в осенне-зимний период. Пожалуй, самая обсуждаемая в обществе тема за последнее время – это решение Владимира Путина внести поправки в Конституцию страны. В послании к Федеральному собранию президент озвучил несколько из них. Инициатива пришлась жителям страны по душе. И на днях члены рабочей группы по подготовке поправок существенно расширили список возможных вариантов. К примеру, там прозвучало предложение дать дорогу молодежи. Что касается нашей республики, то взаимодействие между властью и молодым поколением налажено давно. Как пример, недавний открытый чат Рашида Темрезова, куда обратился один из начинающих фермеров с просьбой побывать на современном молочном комплексе. И вот уже буквально через пару дней эта экскурсия состоялась. К ней присоединилась моя коллега Дарья Назарова. Животноводческий комплекс Рея – одно из крупнейших хозяйств республики, знаменитая не только буренками иностранками, но и рекордными надоями. В день здесь получают порядка 40 литров молока с одной коровы, а некоторые рогаты дают и все 50. Руководители предприятия не скрывают гордости. Количество таких комплексов в России можно на пальцах пересчитать. А потому желающих перенять опыт у хозяйства немало. Среди них и житель Урубского района Василий Ивахно, который мечтает заняться молочным животноводством. А потому его интересовало здесь буквально все. Как содержатся коровы, какие надои дает стадо, каковы условия кормления животных. Есть животные среди них, которые дают 56-57 литров. На сегодняшний день вот эти животные съедают монокорма каждой голова 51 килограмм. Начинающим фермерам провели обзорную экскурсию по территории фермерского хозяйства. Рассказали об особенностях, мощностях производства, кланах на будущее. Кстати, не все желающие могут попасть на этот комплекс. С этим здесь очень строго. Так что Василию с друзьями повезло. Не зря парень обратился с этой просьбой в открытый чат главы республики. И его просьба была услышана. Василий считает, что такой формат диалога между людьми и властью – хорошая платформа для выявления потенциала среди молодежи. А в его случае еще и помощь в реализации идей. Я видел, что люди занимаются животноводством и отрасль, допустим, коровы молочные или коровы, которые идут на мясо. Мне стало интересно молочные коровы, которые дают молоко, реализация. И посмотреть вообще, как это все происходит. Именно весь план от рождения теленка и до получения уже молока. Опыта у меня в жизни в этом не было. Поэтому я решил посмотреть на большом производстве, получить какой-то опыт, какие-то знания, чтобы люди более подробно рассказали, объяснили, чтобы иметь представление, как это вообще все происходит. По словам начинающих фермеров, этот комплекс можно по праву назвать предприятием будущего. Здесь все оборудовано по последнему слову техники. От хранилищ кормов до производственных корпусов. Система кормления, поддержка микроклимата, полная автоматизация всех процессов. Комплекс не останавливается ни днем, ни ночью. Мы смотрим, подбираем местность, где этим заняться вообще, какая должна быть земля, какой должен быть участок, каких коров закупить. Какие-то деньги, накопления у нас есть свои, просто я не один буду заниматься, буду заниматься своими друзьями. Еще думаем поучаствовать в программе «Агростартап», если получится. Но если не получится, будем искать другие какие-то пути финансирования. Хотелось бы, конечно, заняться. И я думаю, что может когда-нибудь у меня получится не хуже комплекс. На сегодняшний день на предприятии Рея содержится порядка 1800 коров, из которых около 1100 – дойные буренки, остальное – поголовье – телята. Комплекс уже вышел на полную проектную мощность – 9000 литров молока в год на одну фуражную корову. Однако в ближайшее время в хозяйстве планируют увеличить стадо. На сегодняшний день на ферме есть скотоместа и позволяет увеличение. Я думаю, что собственник все-таки пойдет на это. На сегодняшний день то поголовье, которое завезено, практически расстелили мы полностью. По итогам прошлого года мы получили 10 тысяч литров на каждую голову. В этом году мы планируем чуть меньше, чтобы не влиять на здоровье животных и долголетие их. В перспективе, я думаю, будет 1200 дойного поголовья на этой ферме с клейфом – это 2500 голов. Экскурсия по предприятию оказалась для начинающих фермеров очень познавательной. После увиденного желания создать свой современный молочный комплекс у них разгорелось только сильнее. А в целом особое отношение власти к молодому поколению нашей страны будет закреплено в Конституции. Об этом говорили в Москве на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию страны. От лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в Конституцию то, что молодежная политика является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку, начиная со школьного возраста и до процесса профессионального становления, периода профессионального становления. Мы надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Можно. Я согласен с вами. Идея правильная. Поработать надо. На сегодняшний день у нас в стране проживает около 37 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. А это 25% населения России. И поддержка молодежной политики на уровне Конституции пойдет нашей стране строго на пользу. И в продолжении темы. ЦИК России допустил возможность голосования по поправкам в Конституцию прямо на рабочих местах. В ходе общероссийского голосования могут быть созданы дополнительные участки, на которых люди смогут проголосовать по месту работы, если речь идет о предприятиях с численностью 200-300 человек. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев, выступая на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию. Записаться на дополнительные участки можно будет через систему «Мобильный избиратель», которая уже применялась на президентских выборах. Это исключает возможность двойного голосования и позволит людям голосовать на рабочем месте, если у них возникнет такое желание. Граждане России также смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому. Участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявление на надомное голосование уже с 1 апреля. Паспорт и ручка – вот и все, что разрешили взять с собой в аудиторию для сдачи ЕГЭ родителям выпускников этого года. Сегодня мамы и папы старшеклассников в Карачаево-Черкесии вместе со всей страной сдавали историю. Местом проведения родительского ЕГЭ в Черкесске стала гимназия номер 9. Под силу ли взрослым школьные задания? Узнаем из материала моих коллег. В последний раз они сидели за партами кто 20, а кто и все 30 лет назад. А сегодня снова примерили на себя роль школьников. Точнее, 11-ти классников, у которых совсем очень скоро важный этап школьной жизни – сдача единого государственного экзамена. У Гарика Кургиняна ЕГЭ будет сдавать дочь. Сейчас она вовсю готовится, и чтобы поддержать ее, мужчина решил сам прочувствовать на себе все прелести ЕГЭ. Словом, увидеть эту кухню изнутри. У меня дочь в 11-м классе в этом году будет сдавать ЕГЭ. Конечно же, она волнуется, и сегодня я здесь, чтобы немножко понять своего ребенка, ощутить, что такое ЕГЭ. Потому что, когда я сдавал, совершенно был другой вид экзаменов. Поэтому сегодня я здесь. Проверить свои знания, а также побывать в роли школьника пришел и председатель республиканского правительства Аслан Озов. Две его старшие дочки уже сдавали ЕГЭ, а вот двум младшим это только предстоит. Наверное, готовился это громко сказанно. Хотя бы вспомнить из того материала, что будет предоставлено. Хотя бы что-то вспомнить школьное. Это первое. Второе. Когда наши дети идут на экзамен, на ЕГЭ хотя бы, мы всегда говорим, чтобы дети не волновались, не переживали. Спокойные были. Но, несмотря на это, я сейчас немножко волнуюсь, конечно. Как смогу написать, не смогу. Но я думаю, что смогу. В отличие от настоящего ЕГЭ, взрослым на выполнение всех заданий дается всего 45 минут. А не 4 часа, как это будет у 11-ти классников. Ведь главное не столько проверить знания родителей, сколько дать им прочувствовать атмосферу экзамена. Сегодня в течение часа дается время для написания экзамена по истории. Почему история? Поскольку этот год президентом Российской Федерации объявлен годом памяти и славы. Поэтому выбрали именно предмет история. Было 10 заданий, также вариант B и C. Вот есть уже те, кто справился с заданием, вышли с экзамена. Но все как в жизни. Многие родители быстро справились с заданиями и теперь точно знают, как настроить ребенка не только на успешную, но и спокойную сдачу экзамена. Конечно, прочувствовали мы это очень, волнение было у нас. Ну, все организовано, конечно, спокойно. Мы сели, нам все объяснили, мы все написали. Единственное, конечно, волнение есть, но паники нет. Поэтому я призываю всех родителей, конечно, чтобы мы настроили своих детей, что они не должны так сильно волноваться, здесь все спокойно. Можно сказать, что свою проверку экзаменом эти родители прошли. Свои результаты они узнают в этот же день. Теперь черед за их детьми, которые сядут за эти парты буквально через пару месяцев. Алексей Ковтон, Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архиз-24. Больше проверок, больше выявленных нарушений. В управлении регионального Росреестра подвели итоги работы ведомства за минувший год. Основные цифры в материале моих коллег. В 2019 году основной задачей управления Росреестра по Карачаево-Черкесской республике было повышение качества оказываемых государственных услуг в сфере регистрации права, а также осуществление функций государственного земельного надзора. Для этих целей управление имеет право проводить проверки, как плановые, так и внеплановые. Всего же за минувший год Росреестра провел 611 таких проверок. По проведенным плановым проверкам выявлено нарушение земельного законодательства 300. Показатель аналогичного периода 276. Эффективность проверок составила 64,4%. Аналогичный период показатель был 73,8. Среди наиболее распространенных нарушений – самовольное занятие земельных участков, использование их лицом, не имеющим на то разрешение и нарушение разрешенного вида использования земли. К административной ответственности привлечено 300 нарушителей, с них взыскано более 2,5 миллионов рублей в виде штрафов. Также одной из важнейших задач управления остается повышение качества и доступности оказываемых населению услуг, в том числе в электронном виде. В прошлом году Росреестр зарегистрировал чуть более 5000 потечных кредитов, из них почти 4000 – с привлечением материнского капитала, жилищных сертификатов и материальных средств для военнослужащих. Большая работа проведена и по переводу в электронную форму бумажных документов. Эта работа ведется с 2014 года, и на сегодняшний день в электронном виде находятся уже более 110 тысяч правоустанавливающих документов или 30% от их общего числа. Арнес Чуков, Роман Баюра, Архиз, 24. Министерство культуры России совместно с Государственным Российским Домом Народного Творчества объявили о старте конкурса «Дом культуры. Новый формат». Он проводится с целью выявления и поощрения лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, повышения престижа профессии работников культуры и формирования положительного имиджа учреждений клубного типа. Конкурс позволит не только проанализировать и изучить лучший российский опыт, но и поощрить успешные проекты и создать условия для их тиражирования по всей стране. Итоги будут объявлены в преддверии Дня работника культуры, а пока идет прием конкурсных проектов. В республике реализуется нацпроект «Культура». И в рамках реализации подпрограммы данного проекта «Культурная среда» строится в сельских поселениях муниципальных районов новая дома культуры. И проведение данного конкретного конкурса с нашей точки зрения имеет очень большое значение, потому что конкурс будет способствовать внедрению новых форм, новых методов, новых форматов работы этих новых учреждений культуры. И, соответственно, станет толчком к развитию культуры в целом. В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялся День литературы и искусства карачаевского народа. Песни, выставка картин, просмотры документальных фильмов и многое другое. Цель мероприятия – популяризация произведений карачаевских писателей, трудов ученых-историков, а также творчества карачаевских мастеров искусств. В библиотеке побывал и мой коллега Анзор Курбанов. История карачаевского народа, его быт, обряды и культурные традиции, национальные особенности. В этот день творческие люди различных национальностей, которым не безразлично сближение народов через литературу и искусство, а с ними и обычные посетители Республиканской библиотеки узнали об этом еще больше. Прежде всего, все, что мы сейчас проводим в библиотеке, это посвящается навстречу 75-летию победы в Великой Отечественной войне, навстречу 100-летию образования автономии Карачаева-Черкесии, которую мы будем праздновать в 2022 году. Присутствуют наши студенты с педучилища. Это не случайно. Это люди, которые должны в дальнейшем уже работать с нашим подрастающим поколением детей. Там, где надо будет прививать и глубокую культуру, и глубокий патриотизм, и понимание того, что эта республика многонациональная. Особое внимание в связи с 85-летним юбилеем было уделено творчеству композитора, заслуженного артиста Российской Федерации Марата Кочкарова. Для гостей вечера была развернута книжно-иллюстративная выставка, на которой представлены фотографии семейного альбома композитора, печатные рукописные нотные издания его песен, а также очерки о жизни и творческой деятельности Кочкарова. Я знаю его тоже достаточно хорошо, знаю как прекрасного человека. Почему? Потому что живем мы в самом прекрасном месте. И народ, как и другие народы, которые здесь проживают, умеют выразить эту красоту не только словами, но и через музыку. Но одним из них был Кочкаров. Организаторы уверены, что подобные мероприятия дают возможность оценить художественное наследие наших мастеров культуры, сохранить духовное богатство народов республики, содействовать воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, любви к малой родине. Анзор Курбанов, Эмиль Маркарян, Роман Баюра, Архыз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаю, все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева Черкесия и на нашем канале. Номер телефона редакции 23 89 40, код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами.